Всем доброе утро, ребятки! Мы дома, но уже сейчас будем уходить. Сейчас расскажем, куда. Ну я и Танечка вам. Всех с праздником Тепло Алексы. Поздравляем и желаем тепла в душе, тепла вокруг вас, в окружении, чтобы оно тепло, не просто тепло, чтобы оно согревало. Пусть будет всем в нашем мире уютно, тепло, светло и доброта пускай будет рядом всегда. У меня племянницы сегодня. День народа. Мы поздоровали Анютку. Желали ей счастья. Уважали ее сегодня лучше. Она у нас такая красавица. У нас все красивые, а что? Мы плохие, что ли? Шуточка. Ребятки, мы собираемся в путь-дорожку, поэтому сегодня у нас будет завтрак такой плотненький. Знаете, сами, в дорогу надо покушать, потому что, ну мало ли что, дорога есть дорога, а мы их любим, да, святи? Любим путешествовать, любим находиться вне дома. А какое-то вчера кино смотрели, и там дальнобойщик-водитель едет долго-долго, и нашел он такую хорошую полянку, где есть река, поставил маленький столик, значит, термос с чаем или с кофе, нарезал бутербродов. И сидит, слушает песни птичек, значит, трели кузнечиков. И такая, знаете, ностальгия. Я говорю, Витя, когда это будет? Я так хочу ехать, остановиться, лечь на полянку, лечь, именно лечь. Растянуть спинку, поставить столик, либо не столик. На пенек, ты кажешь. Да, чи на пенек, съесть пирожок. Вот это ностальгия по романтике. Я соскучилась, но время уже вот-вот, и оно сегодня будет у нас такая первая поездка. Не, была уже одна поездка, но тогда был еще снег. Мы в снегу костер полили, помните? Было-было. А сегодня мы едем к Светину, едем не одни, едет еще семья Жени, младшей дочери с мужем, с детьми. Но они своим транспортом, мы своим, в общем, будем добираться. Они едут первый раз, а Даня и Полина будут первый раз видеть сегодня свинок, курочек. Даня там будет, это же Витя им нарвет какой-то там травычки, и Даня сам им удаст. Ну, короче, для него это будет сегодня великолепный день. И сейчас мы завтракаем, Витюшка бежит за мотоциклом, и мы поедем. Ну, я буду его встречать уже вместе с вами. Вот, а сейчас покажу, какой у нас будет прям вкуснячий завтрак, Витя. Много, ну да, это много, для нас много. Но, в принципе, завтрак, он идет только во благо. Ужин уже идет, надо с кем-то поделиться. А завтрак, он и есть завтрак. И поэтому я не буду камерой двигать, я вам просто покажу. Всем гарного дня. О, это очень важное. Яйца в смятку я сварила, они еще такие тепленькие. Яйца в смятку. Мы съедим с бутербродиками. Остаток от праздников была красная рыбка, сделала два бутербродика на черном хлебе. Вот, это мы скушаем. Потом у нас будет еще две сосисочки. Называются буржуй. Они мне очень нравятся. Я их покупала в магазине. Хорошая была на них акция по 148 гривен. Но они, ну вот, вкусные. Прям вкусные. Як у дытынстве. Вот. Потом порезала сырок. Но это уже кофе. Кстати, кофе я уже включила. О, сейчас он будет шипеть. Вулканизировать. Сырок порезала. Это будет у нас просто к чаю хлебушек. С сливовым вареньем, которое я уже достала из холодильника. Сливовое варенье. Закипает наш кофе. Вот. Ну, вот так вот, ребятки, день у нас и сложится. Дело в том, что Женя давно хотела к Свете в гости. И тут, когда были мы все в гостях у меня на день рождения. Да, я сама у себя на дне рождения была в гостях. То Света, конечно, всех пригласила. Приглашала и Юлю. Но Юля, вы понимаете, дача. То есть все. Ну, в общем, два раза просила, предлагала. Ну, Юля, нет, 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 нет. Значит, ну, Юля не едет. А мы едем все. Вот. И дорога не столь дальняя, сколь она... Ее просто нет. Понимаете? Ее просто нет. И поэтому сколько по времени это займет. А хотелось бы там, чтобы была встреча нашей всей родни в 12 часов дня. А родни у нас много. Едут мои племянницы. Вот так. С семьями, без семей. Кто с семьями, понятно. А вот мой двоюродный брат с женой, с детьми, тоже племянницей. Ну, короче, будет очень много племянников. Будут тетушки, племянники и вся их семья. Вот. Потом я буду делать видео и отправлю остальной родне, которая находится не в этой стране. Им тоже будет дуже приемно следковатый за нашим застольем. А там будем жарить, парить. Но, в принципе, не столь застолье, сколько дети едут первый раз посмотреть вот этих вот животных. Я думаю, для Палишки это будет тоже как находка. Полина вообще любитель всех этих козявочек, курочек, кошек. Мама, бабушка, кошки там есть? Я говорю, есть. И собачка есть. И все там есть. Короче, вот так, ребятки. День начался. День сегодня солнечный, теплый, хороший, добрый. Я вам желаю всего хорошего. Добра, конечно же. И будет Витя сейчас подъезжать. Я сделаю последнюю съемочку. Потом я все это вам отправлю, покажу. А вы пожелайте нам счастливого пути. Ну, вы это делаете всегда. Я вам очень за это благодарна. Потому что это очень важно. Все слова, они в воздухе все равно передаются. Мысленно, немысленно. Но вот как-то оно передается компактно, все в кучку. И я это все ощущаю. Все, пока-пока. Ну, все, ребятки, мы поехали в дорогу. Витюшка пригнал мотоцикл. Собираемся в дорогу. Да, Витя. Обмундирование. Я сейчас тоже одену. Перчаточки, шлем. Перчаточки мои. Рюкзачок одеваю. Да, вообще. Да. В общем, все. Мотоцикл готов к дороге. Кофры боковые полные. Этот полный. В гости ездим с полными руками. А как же? Сейчас такое время, что нужно... Едешь сам, вези с собой. Ребятки, шутки. Нет, это не время, а то люди. Да. Солнышко светит, греет. Да. Тепло Алекса чувствуется. Да. Да. Тепло Алекса чувствуется. Но я все равно тепло одета, потому что дорога, сами понимаете. Весь ветер наш. Ой, бджилка возле Вити. О, бджилки. Ты медом пахнешь? Мед вроде сегодня с утра не ели. Да. Вот этот рюкзак я сейчас одеваю на спинку. Побажайте нам светлые дороги. А нам, кстати, всегда желают светлые дороги. И добрые дороги. Так, ну что, приедем туда. Будет продолжение видеосъемочки. И потом буду монтировать. Все вам покажу. Не скучайте. Аквитки у нас цветут. Уже. Ой, кочка пришла. Чуть-чуть покажу. Чуть-чуть. И уехали. Этот котенок был маленьким. Такой красивый. Просто букет. А он так до сих пор и есть букет. Его тут кормят, любят, лелеют. У нас много животных вокруг дома. Эх, кумба, красота. Сейчас приеду к Свете. Там еще цветы пофотографируют. Вот такое видео, ребятки. Все, пока-пока. Мы уехали. Ребятки, снимать ничего не могу. Потому что и шум, и народу много. Дети играются. Свинки. Помните, какие были маленькие? Как они сейчас уже подросли. Все просят покушать. Пятачки такие любимки. У-ху. У-ху. Ребятки, ну не могу работать сегодня. Не тот день. Очень много детей. Бегают, стреляют, кричат. Вот этот момент выловила. Пока сейчас Даня оделся, вышел на улицу. Друзей много, пистолетов много, игрушек много. Короче, жара идет. И свинки. Поля говорит, бабушка, живые свиньи. Да даже Женя говорит, я первый раз в жизни вижу так близко свиней. Колеси. Продолжение следует... Продолжение следует...